В Севастопольском художественном музее имени Крышинского открыли флористическую выставку «Алфавит». Подробнее о ней говорим в эфире программы «В контексте». У нас в гостях заместитель директора по выставочной работе музея Наталья Бендюкова. Здравствуйте. Добрый день. Наталья Александровна, как я уже сказала, выставка открылась в пятницу. У нас есть сюжет, мои коллеги были там. Давайте посмотрим видеоматериал. В музее имени Крышинского открылась флористическая выставка «Алфавит». Представили ее сотрудники усадьбы Льва Толстого «Ясная поляна». Гости привезли порядка 30 картин, декорированных цветами. Авторы сочетали разные виды растений с буквами латинского алфавита. В древние времена каждый цветок символизировал определенный предмет, так что по флористическим композициям можно было расшифровать какое-то послание. На вернисаже попробовать смастерить картину из луговых и полевых гербариев мог каждый. Сотрудники усадьбы «Ясная поляна» провели для севастопольцев мастер-класс. Посетителям раздали инвентарь – клей, пинцет, деревянные палочки и сушеные растения – ромашки, лютики, незабудки, герань. Готовые цветочные композиции подвергли вакуумному ламинированию, чтобы не повредить хрупкий природный материал. Многие спрашивают, а почему именно латинский, английский, почему не русский. Но вообще у нас Лев Николаевич, он такой человек был очень многогранный. Он знал более 15 языков. В совершенстве владел четырьмя. Поэтому английский для него – это очень такой естественный язык. И в первую очередь, конечно же, все растения раньше подписывались латиницей. Поэтому как-то мы немножко решили отойти от совсем буквализма такого. Мне нравится. Нравится. Я в детстве таким занималась. Тоже цветы рали, да? Тоже засушивали, да. Лепестки рос в основном. Успокаивает. Как-то отвлекаешься от цветов, от всего. Абстрагируешься, так сказать. Екатерина Шишкова, Анна Брачева, Михаил Волобуев, информационный канал Севастополя. Наталья Александровна. В сюжете показали одну из авторов выставки. Я так понимаю, есть еще другие авторы. Расскажите о них подробнее. И вообще, почему мы решили такую выставку открыть? Автор выставки, вернее, одна из авторов – это Марина Корабельникова. Она приехала вместе с заведующей отделом народного творчества Государственного музея-заповедника «Ясная поляна». Именно Инна Леонидовна являлась инициатором проведения этой выставки у нас. Эту встречу нам подарил фестиваль музейный интермузей 16, который проходил в Москве во второй половине мая. И там просто вот она подошла к Севастопольским музеям. Это Терсонес был официальным представителем нашего города. Ну и мы так вот тоже участвовали в этом самом. И предложила эту выставку. Ну, сначала показалось, то ли да, то ли нет, насколько она интересна для именно нашего художественного музея. Но потом, посмотрев как бы и видеоряд, и посмотрев вот на вот эти вот очень милые такие сувениры, которые они делают на выставках, вот эти их мастер-классы, они фактически традиционные. Вот это вот то, что было сделано у нас в пятницу в музее. То есть это гости сделали? Да, 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 все желающие, просто вот пришедшие на вернисаж, потому что они привезли засушенные песточки, травинки. И, конечно же, восторг был общий, и маленьких, и больших, и стареньких, да. Поэтому все с большим интересом занялись. И, конечно же, сразу стали поступать вопросы, а будет ли это у нас в процессе выставки. Но, к сожалению, они привезли с собой ламинатор, это тоже такая специальная техника. Вот, это вряд ли, ну, конечно, очень хочется. А что касается представленных вещей, то это вот тоже они с гордостью говорят, что это впервые у них именно такая подача выставочного материала, потому что, как правило, это было всегда флористикой в музее уже занимается довольно давно, но это делалось на стекле, это делалось с плеем и зажималось между двумя стеклами. И это, конечно, было сложно, потому что форматные, как правило, вещи. Ну, и вот именно вот эта выставка «Алфавит», она впервые у них с вакуумной такой обработкой, вакуумное специальное ламинирование, это такая специальная пленка. И это никак не влияет на состояние вот этих цветочков, травочек. Почему? Потому что они не теряют цвет, она уже была в целом ряде городов России. И, конечно, вызывает интерес, потому что мы видим не только вот эти искусно сделанные буквицы, но и санэта Шекспира. Можно почитать на русском, можно почитать на английском. И начало, причем каждая эстрафа, это тоже буква сделанная из цветов, такая орнаментика очень тонкая, изысканная. Но хочется верить, что эта выставка будет нравиться. Вот сейчас она еще будет работать месяц для гостей, для севастопольцев. Ну, а потом мы мечтаем, что детвора будут с интересом посещать эту выставку вместе с педагогами. Это наверняка интересно и литераторам, и преподавателям ботаники. И в то же время это, конечно же, своего рода такое изобразительное искусство. Ну, конечно, просто приятно посмотреть на нас. Да, да, да. И очень хочется, конечно, чтобы это был такой вот интерес стороны наших школ. Интересно, как вообще такое искусство, как флористика связана с семьей Толстых и, в общем-то, с музеем? Очень. Дело в том, что они очень любили эту усадьбу, очень много делалось для того, чтобы она становилась все ухоженней. Особенно Софья Андреевна, супруга Льва Николаевича. Вот у меня несколько открыток, которые тоже представлены в экспозиции. Видите, вот, казалось бы, две фотографии, и, в общем-то, это запечатлено и Софья Андреевна, и гости с букетами цветов. Причем в воспоминаниях есть информация, что собирали буквально все. И Лев Николаевич, и Софья Андреевна, дети, гости, и это все засушивалось. И в коллекции музея хранится несколько альбомов именно с гербариями, собранными еще в конце, фактически, XIX века. Они в очень хорошем состоянии. И вот Марина Корабельник, которая была художницей, она говорит о том, что вот они стараются тоже высушивать очень аккуратно, очень старательно, причем естественно, без всяких применений, температурного усиления. Просто перекладывают несколько раз в журналах, книгах таких, которые там, такие вот, не имеющие особой ценности. И вот это вот все такой, как бы... То есть и в современности это искусство, они... Да-да-да, они ему дают фактически вторую жизнь и говорят, что это, в общем-то, все с большим интересом воспринимается, особенно мастер-классы. Ну, интересно, что сотрудники музея не являются как бы и художниками, правильно? Она художница, она защищала, да, диплом даже в институте по декоративно-прикладному искусству именно с флористикой. То есть для нее это вот... А вот интересно, вообще в Севастополе раньше, ну, в частности, музея Крышицкого были на выставке именно с флористикой связаны или будут, может быть, в будущем? Ой, вы знаете, ну, когда-то очень-очень давно, я могу оглянуться назад, это где-то 28-29 лет назад. То есть довольно давно. У нас была выставка, причем она прошла с огромным успехом, ну, там была и флористика, там были и из ракушек выложенные панно, вот такая из природных материалов, так скажем, из самых разных. Но довольно симпатичные были вещи, тоже хорошо сделанные, хорошо закомпонованные с определенным акцентом. А вот нынешняя выставка, она кому может быть интересна? Наверняка все-таки широкому кругу зрителей. Да, я думаю, да, потому что вот даже из тех, кто присутствовал у нас на открытии, это были члены клуба любителей истории города, это были художники, это были просто люди, которые это увидели в анусе у нас на сайте. И все с таким восхищением, причем старшее поколение говорило о том, ой, да мы же это все делали, да мы же это собирали, да мы же вот-вот-вот-вот-вот, все это помнится, и руки просят прямо вот приступить буквально, выйдя за порог музейный. Ну и интересно отметить то, что с большим восторгом вот Марина Коробедникова уже у нас стала собирать тоже там тот цветочек, ой, у нас такого нет там, то вот наша линкаранская акация ее восхитила, ну потому что это как бы... Ну уникальное действительно растение, там такие, не растут все-таки совсем другой регион. Наталья Александровна, давайте в заключение поговорим, наверное, о ближайших мероприятиях, что запланировано в музее. Ну ближайшие мероприятия, это наш общий праздник, день военно-морского флота, это будет день от этой табиле, мы будем принимать, как в общем-то это в наших давних добрых традициях. Будет экспонироваться выставка, естественно, наша Гимовская, посвященная князю Владимиру Креститель Руси. И вот в соседнем зале во втором, как мы говорим, который поменьше, последние дни будет экспонироваться, ну она до 4 августа, выставка Ольги Симоновой, художницы из Санкт-Петербурга, которая тоже, в общем-то, является таким хорошим, современным, ну не то что фоном, но приятно соседствует вот с этой совершенно восхитительной исторической выставкой. Ну то есть есть, что посмотреть, конечно, и постоянная экспозиция, естественно. Конечно. Это не обсуждается. Многие приходят как на свидание со старыми друзьями и с картинами из нашей коллекции. Наталья Александровна, ну что ж, время подходит, к сожалению, к концу. Спасибо, что пришли, за интересную беседу, но я думаю, конечно, до новых встреч. Мы всех ждем в музее. Спасибо. Напомню, у нас в гостях была заместитель директора по выставочной работе Севастопольского художественного музея имени Крошицкого Наталья Бендюкова. Далее в эфире информационного канала Севастополя еще много интересного. До скорого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова